Приветствую всех на канале Шинный Эксперт. Вновь грузовая тематика. Со мной в студию ведущий специалист по грузовым шинам Камиль Нургалеев. Всем привет! Сегодня говорим о продукции компании Кроссвинд, о ее шинах, предназначенных для рулевой, для ведущей оси и для прицепа. Так точно. Камиль, тебе слово. У нас здесь три шины. Это CWS20E, CWD20E и CWT20E. В общем-то, в чем особенность? Почему три шины такие? Это один размер, 215, 75, 17,5. Но эти три шины не могут стоять на одном транспортно-средстве, поскольку вот эта шина сделана для прицепов, а вот эти две для малотоннажных грузовиков. Здесь 16 PR у нас тормослойности, один слой каркаса и три слоя брейкера. Да, да, все шины по конструкции примерно одинаковые. По грузоподъемности у нас индексы нагрузки здесь какие? Ну, в твоем случае, наверное, это 135-133J. Так, значит, это говорит о том, что водитель может погонять. Нет, J это 100 км в час. К сожалению, гонять ему запрещено. Так, но они... Может погрузить. Да, но может погрузить. Так, и эти две шины. А здесь, я думаю, что 126-124М. Да, так точно. М это 130 км в час. Как раз то, что нужно для шустрых ребят, которые на восьмитонниках разводят всякую всячину по нашим городам. Рисунки протектора. Для чего адаптировано? То есть, это вот, я так понимаю, шина дорожная, да? То есть, она для различных типов, для магистрали и региональных дорог. А здесь вот я смотрю ведущую ось, то, что смотрю здесь и шашки, и ламели, и все это позволяет создавать тягу. Ну, давай так, здесь ламели нет. Ну, прорези я имею в виду, да. Вот эта шина, да, для магистрали, но она прицепная. У нее меньше ребер для того, чтобы сложнее было вырвать при волочении. У нее нет блоков протектора. Да, у нее есть блоков, да. Ну, у нее меньше ребер, чтобы сложнее было вырвать. Здесь, вот, допустим, в этой рулевой шине больше. Да, это шины, с этой разобрались. Эти две шины для малотоннажных грузовиков. Здесь, на самом деле, тоже просто шашечки, здесь пять ребер. Но стихии этих шин уже, наверное, город-пригород короткие дистанции, здесь более длинные. И, конечно же, здесь совершенно разные условия эксплуатации. Это у нас малотоннажный грузовик с небольшим количеством, относительно небольшим загрузки и достаточно большой скоростью временами. Здесь у нас скорость, ну, давайте на частоту. Редко автовозы ездят больше 90 км в час, скорее, это меньше скорость, ну, и трала тоже. Вот, но здесь, наверное, нагрузка побольше. Так, они у нас М плюс С? Да, они все будут М плюс С, это однозначно. И даже тригорных пика здесь будет, потому что для этих малышей тригорных пика это обязательно, здесь они есть. Для прицепов не обязательно, но, наверное, тоже есть, потому что китайцы, они любят заморочиться. По глубине протектора, вот, по глубине этих продольных каналов? Значит, глубина протектора. Для прицепа это 12,5 примерно миллиметров. Рулевая шина чуть меньше 12, наверное, миллиметров, где-то, ну, 11,8. И ведущая шина тоже 12,5 миллиметров. Если говорить о возможности, так сказать, эксплуатации, я имею в виду по пробегу здесь вообще, можно говорить о чем-то, так сказать, конкретно? Или, так сказать, хотя бы, ну, приблизительно. Ну, скажем, вот эти маленькие колеса, это самая неблагодарная история. Самая неблагодарная. Я видел, скажу так, что на ведущей оси, на руле здесь, ну, давайте на чистоту, там в таких парках, как правило, частая смена водителей, там нет водителя, прикрепленного за машиной. Очень редко, да. Я один только парк знаю в России, который более-менее, скажем, на виду и следит за шинами. Вы такие магазины знаете, красные и белые. Так, понятно. Здесь пробеги, наверное, начинаются от 60 тысяч. Дальше, верхний предел, вот я прямо сейчас говорю про малотоннажные машины, они могут достигать 150 тысяч. Но, поскольку у них частые повороты, развороты, маневрирование, здесь, скажем, небольшой пробег, обусловленный именно истиранием за счет вот этих вот маневров. Прицепные шины здесь побольше, они ходят, они все-таки не так часто поворачиваются, разворачиваются. Прицепные шины могут проходить и 200 тысяч. Скажи мне, какую-то из этих моделей можно устанавливать на все оси? Или только четко, вот как по маркировке? Ну, если мы берем все оси малотоннажного грузовика, то устанавливать можно вот эту шину, а эту нет. Но вот эта шина, она только прицепная, ее можно устанавливать только на прицеп. Все. Ясно. Ну, то есть, мы, в принципе, с тобой все обсудили, да? Мы поговорили о строении, о норме слойности, о головной номере протектора, о принадлежности, где можно эксплуатировать. Что-то, какие-то мог бы, еще какие-то рекомендации дать или, в принципе, вот все и так ясно. Есть цена, сочетание неплохой цены и качества. Опять-таки, я могу сразу сказать, шины, которые мы сейчас показываем, это средний ценовой сегмент и средний класс среди, скажем, всех шин. Это не самые дешевые шины, на самом деле. Да, это шины, которые действительно сделаны достойными производителями, спроектированы, качественные и достаточно, скажем, хорошие материалы применены. Да и в достаточном количестве, потому что протектора достаточно широкие, глубина достойная. Вот, поэтому здесь, в общем-то, жаловаться не на что. Это нормальный продукт. Ну, что ж, друзья, вот, думаю, на этом мы можем закончить наш короткий обзор, посвященный этим трем моделям от Crosswind. Поэтому подписывайтесь на наш канал в Телеграм, Ютуб и Дзен и ждите следующих роликов, которые мы с Камилем готовим для вас. Удачи на дорогах! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!